Для выбора учебных заведений, которые вошли в итоговый список базовых школ РАМ при Академии создали рабочую группу, которая мониторила федеральные и международные рейтинги. В первую очередь учитывали количество медалистов и стобальников, призеров Олимпиад и участников научно-исследовательских конференций. В Самаре под такие требования подошли пять школ. Это приличный результат, это конечно при высоком качестве образования, которое существует в вашем регионе. Одним из таких учреждений в Самаре является лице информационных технологий, на базе которого работает техноцентр, где основами робототехники занимаются дети, начиная со второго класса. Почти каждый месяц они принимают участие в различных соревнованиях и выпускают совсем не детские разработки. Моя птица машет крыльями. Таким образом энергия человека передается в энергию механизма. Игорь Миронов учится в третьем классе. Уже год постигает азы робототехники. Таких юных гениев здесь тысячи. В этом году в лицей поступило 340 заявлений от желающих отдать ребенка в первый класс, а мест только 75. С получением нового статуса число желающих поступить в лицей возрастет, прогнозируют эксперты. Есть интерес большой на протяжении всех лет к нашему лицее, поскольку информационные технологии за ними будущие. Сотрудничество самарских школ с Российской академией наук – перспективы сразу по трем направлениям. Первое – поддержка детей и формирование их исследовательских умений, чтобы при поступлении в ВУЗ с первого курса они уже могли полноценно включаться в научные проекты. Второе – работа с преподавательским составом, а именно повышение их профессиональной квалификации. И третье – совершенствование материально-технической базы. Причем последнее должно быть предметным, то есть технические школы оснащать лабораториями и оборудованием для исследований, гуманитарными и другими необходимыми конкретной специальности ресурсами. Чтобы у школьников были исследовательские навыки, чтобы после того, как школьник уже поступает и становится студентом, чтобы он уже входил в исследовательские проекты и в дальнейшем эти проекты вел на протяжении всей своей студенческой жизни. Для этого за каждой из пяти базовых школ РАН будут закрепляться кураторы из числа академиков Самарского университета. Они будут взаимодействовать как со школьниками, так и с учителями. Пригнозируется, что в результате такой работы после окончания высшей школы количество ученых и вместе с тем научных разработок увеличится.